Привет, друзья! Сегодня у нас шедевр деревенской кулинарии. Фаршированные овощи. Сегодня мы с вами сделаем то, что в нашей семье очень-очень любят. Голубчики вот из такой савойской капусты. Перчики нафаршируем, помидорки. Сделаем до ума. Давайте начнем. С чего все начинается? С хорошего, вкусного бульона. Я варю куриный бульон. Вот у меня различные каркасы мясопродукты курицы, обрезки утки. В среднем полтора килограмма косточек. Заливаем холодной водой, добавим до кипения, снимаем пенку, делаем низкую температуру и закладываем овощи. Я взял сковородку, не добавляю масла. Разогрел ее очень и очень хорошо. Берем морковочку и на сухую сковородку. Добиваемся того, чтобы она как бы так слегка подгорела. Она что, приобретет аромат? Да, приобретет аромат и особый вкус. Луковицу почистили, помыли, обсушили. Оставили кожуру, режем на половинки. Мы с вами сейчас сделаем бульон, как делали наши бабушки. И точно так же поджариваем лучок. Пару зубчиков чеснока. Ох, какой аромат пошел, да? Да-да. Насколько я знаю, твоя бабушка так готовила бульон куриный. Да, она так готовила. Вот этот вот нагарчик благородный на этой луковичке даст невероятный вкус нашему бульону. В общем-то, этого и достаточно. Убираем. Бульончик закипел. Я снимаю регулярно пенку. Каждый раз снимайте жир. Жир нам не нужен. Нам нужен вкусный, крепкий бульон. И чем меньше будет жира, тем лучше. Мы с вами будем обжаривать еще много овощей, поэтому нам необходимо сбалансировать наше будущее блюдо. Вы обратили внимание, что воды я набрал немного. В среднем на 1,2 кг мясопродуктов у меня здесь не более 2 литров воды. Наши овощи. Кусочек сельдерея, 1 морковка, 1 луковица, 2 зубца чеснока, 2 лавровых листа, немножко дробленного черного перца и чайная ложечка соли. Все это дело опять доводим до кипения, снижаем температуру и варим в ближайшие 1,5 часа. Как всегда, я буду готовить фарш из тех самых пропорций, которые мы очень любим. Говядина, свинина, утка. У меня в среднем 1 кг мяса. В равных пропорциях. Давайте сделаем фарш. Так, ребятки, у меня здесь 1 к 1 утка, свинина, говядина. Посмотрите, какой красавчик, да? Жирность у этого фарша в среднем 25%. Фаршик я готовил через крупные решетки. Намеренно. Так, чтобы сохранилась фактура, когда мы с вами будем кушать. У нас с вами получится фаршик, знаете, такой, он будет рассыпчатый. Может быть, многие обращали внимание, когда вы готовите фаршированные овощи, фарш внутри овощей получается, как котлета, плотный. Стягивается. Стягивается, совершенно верно. Так вот, сегодня мы с вами постараемся сделать фарш, чтобы он был нежный, рассыпчатый. Мы же с вами не котлету делаем. Поэтому, чем сочнее получится наш продукт, тем лучше. Следующий этап, мы сейчас начнем готовить наши овощи. Поэтому я фарш закрываю и отправляю в холодильник на ближайшие полчаса. С чем вы готовите фаршированные овощи? В основном все готовят с рисом. А я хотел бы предложить вам приготовить с булгуром. Вы знаете, что такое булгур? Пробовали его? Это у нас пшеница, отваренная до готовности, затем высушенная и дробленная. Вы знаете, скорее всего, вот эта вот каша, наверное, одна из самых древнейших. Ее готовили и кушали еще во времена фараонов. Вот такая вот она, именитая и древняя. Очень полезная вещь. Она не настолько калорийна, как рис. В ней много клетчатки. Короче говоря, если у вас есть возможность покупать такую кашу, обязательно регулярно ее готовьте. Существует очень важный вопрос. Многие спрашивают, нужно мыть булгур или не нужно? Ребята, дело в том, что эту крупу уже сварили, обработали в кипятке и высушили. Ее готовят на фабриках. Конечно же, раньше готовили и сушили ее на воздухе. Это были мухи, пыль, грязь и тому подобное. На сегодняшний день вот эта каша, вот эта крупа, она совершенно безопасна. Мыть ее не нужно. Но, если вы покупаете ее на развес, не упакованную герметично от хорошего производителя, то, скорее всего, нужно помыть ее. Во всяком случае, посмотрите. Если вы видите, что она грязная, какие-то есть вкрапления, я бы вообще не рекомендовал бы ее покупать изначально. Но, если нет выбора, то, конечно, купите и помойте. Во всяком случае, я не буду его мыть, потому что я его покупаю упакованным. Я вижу, что он чистенький. Каким образом его готовят? Есть классический момент приготовления. Кусочек сливочного масла. У меня здесь в среднем 20 грамм. Булгура у меня полстакана. Ну, как бы слегка его поджариваем. Мудрено. Да. Он получит ореховый такой сливочный вкус. Очень-очень вкусный. Конечно, вместо сливочного масла вы можете использовать, например, оливковое. Ну, или какое-либо растительное масло. Если у нас с вами здесь полстакана, значит, соответственно, жидкости должно быть в два раза больше. Я набираю полный стакан кипятка. И заливаем. Да, я сделаю так вот тише. Вот так вот. Снижаем температуру и варим в среднем 10-15 минут. До полной готовности, как правило, булгуру достаточно 17-18 минут. Но мы с вами планируем делать овощи фаршированные. Поэтому нам нужен булгур, который еще будет довариваться вместе с овощами и мясом. Поэтому я буду варить его в среднем 10 минут. Займемся капустой. Что с ней делать? Нам нужно отделить листочки. Но листочки нам нужны мягкие. Как же их сделать мягкими? Смотрите, что я буду делать. Это основание для капусты. Так, чтобы она у нас с вами была устойчива. Необходимо удалить кочерыжку. Так, доводите в большой кастрюле воду до кипения. Так, я еще здесь немножечко поубираю. Вы, кстати, обратили внимание, какую капусту я буду использовать? У нас в России очень часто используют белокочанную капусту. А я очень люблю вот совойскую. Вот та самая капуста-капуста. У нее вкусный такой травянистый оттенок. В голубцах, в борще. Вот лучше нету. Это просто салат свежий. Просто свежий салат. Абсолютно верно. То есть белокочанная имеет право на существование. Она наша старая добрая продруга. Но вот эта капуста, она, ребята, впереди планеты всей. Очень, очень вкусная. Рекомендую. Отправляем в кипяток. Купаешь ее? Купаю, да. Балный день у капусты. Абсолютно верно. Подвариваем капусту 4-5 минут. Так, чтобы листочки стали мягкими. О, вот видите, они как разъединяются хорошо. Набираем холодную воду. И капусту сразу отправляем в холодную воду. Для чего? Вы знаете, для чего? Это скажи. Когда мы с вами делаем шок, горячая вода и холодная, мы с вами сохраняем цвет капусты. Она у нас с вами будет очень красивая, вот этого приятного зеленого цвета. Так, отправляем под холодную воду. Ну, все, отлично. Все, взрываем. Наша капуста готова, посмотрите. Она мягенькая, эластичная. Сохранила свой цвет. Прекрасный. Уже красавица. Да. Отправляем ее в сторонку. Будем с ней работать чуть позже. Ну, а как вам бульончик? Посмотрите, какой красавчик. Красавчик. Ты собираешь лишний жир? Да, я убираю весь жир. В процессе варки полностью снимайте весь жир. Так, ребята, прошло 10 минут. Посмотрите, как поживает наш булгур. Он уже практически готов, но еще жестковат. Сейчас мы его отправляем в прохладное место. И затем будем смешивать его с нашей начинкой. Наше сегодняшнее блюдо я делаю с оттенком Средиземноморья. Нам необходимо вот эту грудинку поджарить до такого замечательного, хрустящего состояния. На сковородку масла не добавляем. Вперед. Посолили. Закрыли крышкой. Пусть жарится. Сухое белое вино. Средним полстакана. Черный перчик дробленый. Кимьян. Сразу после мяса мы начнем с вами жарить грибы. Режем их на кубики, квадратики. Снижаем огонь и даем ему потомиться. Четыре луковицы средней величины. Пять-шесть зубцов чеснока. У меня мясо уже мягкое. Я увеличил огонь и довожу его до красивого золотистого цвета. Морковь на кубики. Приготовьте большую емкость. В данном случае у меня кастрюля. Будем ее загружать нашей начинкой. Мясо, смотрите. Жир я этот использовать не буду. Нездоровый, да? Нездоровый. Это чистый свиной жир, поэтому я его сейчас солью. Он нам не нужен. Замечательный нагарчик. Здесь максимальный вкус мяса. Отправляем сюда наши грибы. Вина. Пару столовых ложек оливкового масла. Много не надо. Чуть-чуть сольки. Черный перчик. Грибочки сейчас возьмут в себя остатки мяса. И получится очень-очень вкусно и выразительно. Теперь смотрите, что нужно сделать для того, чтобы вылить, например, в раковину жир. Вы же все прекрасно знаете, что это делать ни в коем случае нельзя. Потому что если будете выливать жир в чистом виде, вы испортите себе свою канализацию. Со временем ваша канализация просто будет убита. Она не будет ничего пропускать. Но, чтобы не париться вот с этим небольшим количеством жира, что мы с вами делаем? Моющие средства. Фейерий. Ну, или что, какое у вас есть. Добавляем его сюда. Видите? Добавили. Включайте горячую воду. Горячая вода, кипяток идет. Смотрите. Все. Ваш жир превратился в эмульсию. Белый. Да, абсолютно белый. Вы его запросто можете сливать. Тарелка чистая. Ясно. Так, грибочки готовы. Подрумянились. Ай, как пахнет. Дальше кастрюлю. Чуть-чуть оливковое масло. Лук, чеснок. Две средних моркови. Чуть-чуть соли. Чуть-чуть перчик. Чуть-чуть венца. Готовим практически до готовности. Овощи наши готовы. Отправляем все в нашу кастрюлю. Друзья, наша начинка практически готова. Посмотрите-ка. Грибочки. Жареный бачок. Следующий момент. Давайте подготовим овощи, которые будем фаршировать. Срезаем шляпку. Выбираем свяцевину. Центр томатов я сейчас мелко порублю ножом и отправлю в нашу начинку. Такое добро нельзя выбрасывать. Все сюда. Вот это наши будущие крышечки. Вот. Их в сторонку. Они нам понадобятся немножко позже. Перец. Делаем с ним то же самое. Наша будущая крышечка. Выбираем. Это выбрасывать. Это нам не понадобится, ребятки. Будем сейчас заканчивать с начиночкой. Булгур. Мясо. Как вы видите, порция большая. Это в среднем на 6 человек. Добавляем сюда много-много чеснока. Можете порезать, можете выдавить, как вам нравится. Многие могут спросить. Ну ты же нажарил чеснока, лука, чеснока. Да-да, нажарил. Другой вкус. Совершенно верно. У жареного свежего чеснока совершенно разный вкус. Да. Получится разная совершенно история. Черного перца. В среднем пол чайной ложечки. Добавлю немножко чили. Острое чили или среднее острое? Среднее острое. Полную чайную ложку молотого кориандра. Соль, да? Ну конечно. Я много не буду давлять. Из-за листика такого. Совершенно верно. Ну да, ну вот так и вот так. Достаточно. В крайнем случае до соль. Фаш не мните. Так, чтобы наши овощи не превратились в кашу. Вот буквально вот видите, взял я пятерню. И как бы расчесываю его внутри. Ах, как приятно пахнет. Как честно, то, что валит с лук. Да. Прекрасно. Добавлю я еще кориандра чуть-чуть. И еще пол чайной ложечки кориандра. Так, хорошо. Все перемешали. Готово. У меня получится две вот таких ванны. Друзья, наши овощи практически готовы для того, чтобы их начинять. Начинка наша готова, прекрасная. Но у нас с вами есть такой момент. Перец. Дело в том, что он мясистый, свежий. Все овощи, если мы одновременно начиним и поставим в печь, то помидоры очень быстро приготовятся. В отличие от перца. Поэтому уся должны его поставить на 200 градусов под гриль. И подгриловать буквально минут 15-20. Для того, чтобы он стал помягче. Нам необходимо это сделать для того, чтобы все овощи наши в итоге одновременно приготовились и были в одинаковом состоянии. Пока наш перец готовится, мы с вами наполним помидорки. Слишком твердые. Убираем. Вот так вот, такие красавцы. Теперь давайте будем делать с вами до ума. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какая это вкуснятина. Прелесть. Савчик. Да. Друзья, наверняка каждый из вас может у меня спросить, а где же ты взял листья? Ты живешь в Чехии, виноградники у вас не так близко. Вот. Ребята, я просто их покупаю в магазине, в интернет-магазине. Вот это вот производство Турции. Насколько я знаю, Армения производит, Грузия. Поэтому это, думаю, что не проблема. Обязательно приобретите себе и готовьте вот такие вот блюда. Потому что вот вкус ферментованных виноградных листьев, это просто невероятно. Вот в этом блюде он будет основная изюминка. Очень-очень вкусно. Листья у нас, обратите внимание, видите, с одной стороны блестящие, с другой стороны матовые. Вот. Кстати, если они порванные, ну, сделайте два из них. Да, конечно. Так вот, матовой стороной вовнутрь. Так, чтобы на них они для начинки. А блестящие у нас с вами будет для чего? Наружу, чтобы он был красавицей. Конечно. Блестящий красавиц. Перец у нас подпекся сверху. Я его сейчас переверну и опять подосправлю его под гриль. Еще минут на пять. Так, ребята, ну, вот видите, он мягенький стал. Хороший. Вот теперь давайте наполним их мясом. У меня остались всякие бракованные листья. Ни в коем случае не выбрасывайте. Тойненько нарезаем и в наши ванны. Типа как специи. Да, да, они дадут такой вкус невероятный. Наше блюдо, это просто фантастика. Много тоже их не нужно, потому что они очень соленые, концентрированные. Так, чтобы им все-таки не испортили. Ну, давайте загружать. Вот так вот. Ты прямо узоры выкладываешь? Ну да. Это нам нужно, чтобы вкус у нас с вами получился равномерный, гармоничный. Я смотрю. Крышечки я запеку буквально самый последний момент. Когда наши овощи уже будут готовы, я их подгрилюм, подрумянию, и мы с вами закроем. Это для эстетики? Это для эстетики, однозначно. Только эстетики. Так, теперь делаем заливку. Наш бульон варился два часа с лишним. Очень концентрированный и очень вкусный. Это у нас томатное пюре. Добавляем. Доводим по вкусу. Черный перчик. Чуть-чуть тимьяна. Кориандр. Чуть-чуть чили. Чуть-чуть. Да. Столовая ложка сахара. Калдуй, папа, калдуй, дед. Соль. Солью не горячитесь. Так, понемножку. Потому что мы посолили фарш, у нас все-таки очень соленые листья виноградные. Домечательно. Добавляем воду кипения. Заливка наша готова. Довели ее до кипения. Заливаем. Много не надо. Сколько? Ну, до половины, да. Этого достаточно. Поверхность чуть-чуть оливковым маслом. Отправляем в духовку. 180 градусов. Хорошо разогретая. С вентилятором. То есть у нас с вами не должен работать только один гриль или только один низ. Полностью вся духовка как положено. Как вы видите, у меня две формы. Одна пойдет на нижнюю полку, другая на верхнюю. Каждые 20 минут мы должны менять местами. Запекаем с вами до температуры 65-70 градусов. В течение приготовления, конечно же, необходимо будет мерить температуру. Вот, загнали, допустим, термометр в перец, в самый крупный кусок. И посмотрите, если 65 градусов вам показывают, 70, значит ваш продукт готов. Ну, конечно, нам необходимо, чтобы он красиво выглядел, чтобы он был такой подрумянинный. То есть фактически мы с вами должны работать с духовкой. Как только овощи будут уже полностью готовы, я, возможно, буду включать гриль, только один гриль, и заканчивать наше блюдо, добиваясь красивой поверхности. Отправляю в духовку. Друзья, наша вкуснятина готова. Запекалось общее время 45 минут. Теперь, что делаем дальше. Крышечки у нас до сих пор еще не готовы. Смотрите, включайте гриль. 250 градусов. Чуть-чуть подсолили. Чуть-чуть подсолили. Оливковое масло. Отправляем буквально минут на 5-7. Помидоры мы отправим следом, потому что крышечки перцев мы будем еще переворачивать. Помидоры, как вы понимаете, они готовятся очень быстро. Почему я так делаю? Потому что сразу сервировать такое блюдо ни в коем случае не нельзя. Ему обязательно нужно постоять минут 15. Сейчас сюда сок на минуту? Да, 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 да. Ну, вот видите, как у нас все мягенько здесь. Подсолили помидоры, отправляем сюда. Вот самый гриль, вот самый гриль. 250 градусов. Три минуты. Вот, 70 градусов. Прекрасно. То есть сервировать еще рано. Люди будут обжигаться. Самая вкусная еда, когда у нее температура в среднем 55 градусов. Особенно голодные люди будут. Конечно, конечно. Будут скалиться. Ну, ребята, что скажете? Как вам? Красота неимоверная. Как про меня не слышит, картина масла. Ну, смотрим. Вот, прекрасная шапочка, помидорчики. Ну, вот. Какая хорошая начиночка. Видите, фактурная. Очень-очень симпатичная. Запах бомбический. Да, это вещи. Вкусняшка нереальная. Анка, давай. Твоя очередь. Я думала, ты забыл про меня. Ну, что ты хочешь? Помидорку, дулмушку? Я хочу дулмушки половинку. Обожаю. Друзья, муж как вкусно. Написать невозможно. Когда эти все овощи в одном тунтейнере запекаются, вы обмениваются ароматами, вкусами. Я очень люблю. Не нравится. Советую. Да. В принципе, это блюдо очень легкое, вкусное. Как вы видите, достаточно эффектное для праздничного стола. Да и вообще, просто для хорошего, вкусного ужина. Вот такая вот история, друзья. Надеюсь, что сегодняшнее видео вам было интересно. Буду рад, если вы что-то узнали для себя новое. Увидимся в следующий раз, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.